с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 23 февраля о празднике мы обязательно поговорим а пока о родившихся 1685 год в этот мир приходит георг фридрих гендель рожденный в германии британский композитор современник баха за 57 лет творческой карьеры он сочинил более 120 контат дуэтов и трио 29 раторий 42 оперы многочисленные арии оды серенады органные концерты они жили в одно время два великих композитора гендель и бах так и не встретились хотя им помогли встретиться в некоторых драматических произведениях в 1878 году рождается казимир малевич художник-авангардист автор знаменитого черного квадрата многие художники считают что малевич первый открыл цвет и форму и рассматривал их в качестве независимых средств экспрессии в 20 он участвовал в оформлении спектаклей маяковского разработал новое художественное направление в искусстве которая называлась супрематизм советской официальной живописью малевич признан не был ну а теперь весь мир восхищается им и самое главное если внимательно смотреться в черный квадрат то каждый сможет увидеть там что-то свое может быть в этом его загадка виктор флейминг 1883 год американский кинорежиссер постановщик одного из самых знаменитых фильмов в истории кинематографа унесенные ветром рождается в этот день 1900 год день рождения максима штрауха советского актера народного артиста ссср он сумел создать образ ленина в нескольких кинофильмах и образ стал буквально каноническим в ряд ленинской государственной премии 1912 год день рождения всеволода санаева народного артиста ссср ну а фильмы с его участием любимая девушка оптимистическая трагедия ваш сын брат освобождение и многие другие 1929 год в этот мир приходит алексей второй в миру алексей михалович ридигер патриарх московский и всея руси на протяжении 18 лет он возглавлял русскую православную церковь и стал первым патриархом в истории современной россии а в 1944 году этот день родился олег янковский актер народный артист ссср ну фильмы щиты меч обыкновенное чудо тот самый мюнхазин и многие другие получил звание народного артиста ссср в одном из последних указов михаила горбачева 1961 год день рождения певца олега горкуши известного нам по коллективу аукцион события дня 879 год умирает рюрик первый русский князь согласно летописи он был призван славянами от варягов княжить и разделил со своими братьями синиусом и труваром тогдашнюю русь рюрику достался новгород синиусу белоозеро трувару изборск после смерти братьев рюрик остается единовластным правителем и значительно расширяет свои владения от рюрика пошел древний княжеский род к его потомкам относятся княжеские фамилии шуйские оболенские вяземские гагарины трубецкие адаевские волконские ухтомские другие 1852 год в ночь на 24 февраля николай гоголь бросает в огонь последний чистовой вариант рукописи второго тома мертвых душ сделано это как думают историки состоянии некоего нервного припадка мальчик слуга кричит барин что вы это перестаньте не твое дело отвечает гоголь при этом он молится 1943 год рядовой александр матросов воспитанник детского дома закрывает амбразуру вражеского дзота своим телом такой поступок он совершает не первым а 56 в ходе войны но выбор падает на него выбор героя за время великой отечественной войны свыше 250 военнослужащих совершает такие поступки как матросов и все получат звание героев посмертно около 50 из этих случаев можно считать спорными по мнению историков но поступок матросовок таковым не относятся 1981 год помню как сейчас открытие 26 съезда кпсс последний брежневский вершина советского застоя и у этого форума есть свои тайны существует алмаз имени 26 съезда кпсс он желтолимонного цвета размером с куриное яйцо был найден в 1980 его вес более 68 граммов это самый большой алмаз который смогли добыть в россии за всю историю он находится в алмазном фонде кремля то ли случайно то ли специально но нашли его незадолго до исторического как тогда говорили съезда честь которого естественно и назвали 1994 год самая низкая документально подтвержденная температура человеческого тела регистрируются в канаде у двухлетней карли козловский после того как дверь ее дома случайно оказалась закрытой и девочка в течение 6 часов оставалась на морозе при температуре минус 22 градуса ее так называемая ректальная температура была равна 14 и 2 десятым градуса по цельсию фантастика ну и последнее 1918 год 23 февраля исполкомом петроградского совета день 23 февраля объявляется днем защиты социалистического отечества начинается массовое вступление трудящихся в ркк сегодня мы отмечаем его как день защитника отечества хотя большинство мужчин к этому дню относятся спокойно считая что 8 марта гораздо для них и их семьи важнее с вами был николай пивненко в проекте дата с праздником